115-летие татарского классика Амирхана Яники. Редкая катаклизмическая переменная звезда. Альфакторные следы. Лучшие друзья следователей. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Лилия Мухамединова. Совет по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ подвел итоги защиты годовых отчетов ВУЗа, участников проекта. Казанский федеральный университет смог значительно улучшить за год свои показатели и был отобран в первую группу программы развития передовых инженерных школ. На 2024 год ВУЗом этой группы будет выделено по 634 миллиона 500 тысяч рублей каждому. Работа университетских инженерных школ оценивалась по ряду критериев, среди которых амбициозность целей и результаты их реализации, в том числе соответствие стратегии научно-технологического развития России, работа с высокотехнологичными компаниями и объем средств, которые предприятия вложили в школу. Ректор КФУ Ленар Сайфин сообщил, что к 2030 году университет ставит перед собой цель стать ВУЗом номер один в автомобилестроении. В Институте филологии и бушкультурной коммуникации состоялось мероприятие, приуроченное к 115-летию татарского классика Амирхана Яники. Для студентов прошел показ кинофильма «823 километр», снятого по мотивам рассказа писателя. На встрече также присутствовал продюсер кинокартины Милеша Айтуганова. Подробности узнаете далее. Амирхан Яники – аристократ татарской литературы, лауреат премии Тукая. В преддверии его 115-летия Институт филологии и межкультурной коммуникации провел кинопоказ фильма «823 километр». 20 февраля в стенах Института филологии и межкультурной коммуникации состоялся просмотр кинофильма «823 километр», созданного по мотивам произведений известного писателя Амирхана Яники. Мероприятие было приурочено к 115-летию татарского классика и Международного дня родного языка. Студенты и преподаватели собрались для просмотра кинофильма «823 километр», снятого по мотивам рассказов Амирхана Яники и встречи с продюсером Милеушой Айтугановой. В основу были взяты три новеллы «Кто пел на один только час» и «Красота». Это самые популярные произведения Амирхана Яники, они изучаются и в школьной программе, и мы думаем, что созданный фильм может стать хорошим наглядным пособием для педагогов, которые ведут уроки родного языка, родной литературы и родного края, потому что это на самом деле один из самых значимых писателей 20 века, и его наследие сегодня изучается многими учеными. Татарский классик и лауреат премии Габдуллы Тукая родился 16 февраля по старому стилю и ушел из жизни 16 февраля по-новому. Помимо ежегодных мероприятий, в его честь была названа одна из улиц нашего города. Ранее к его столетию был выпущен библиографический справочник, состоящий из восьми глав. В издании можно найти биографию Амирхана Яники, статьи о его творчестве, стихи, посвященные писателю, а также фотоснимки, украшенные цитатами из его произведений. Большое место в его творчестве занимают произведения юморо-сатиристического, литературно-критического, очеркового, публицистического, мемуарного жанров и литературные переводы. В прозе Амирхана Яники намечается тенденция психологизма и философского подтекста в прозе, в произведениях. И этим самым он уходит от схематизма соцреализма. И, как отмечают литературоведы, практически все, что именно проза Амирхана Яники стала той точкой, когда, скажем так, проза «Золотой век» в нашей литературе, начало XX века, она была соединена или уже имела продолжение в советский период. В 2019 году на базе Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета при поддержке Ментимира Шаймиева и Министерства культуры Республики Татарстан были достойно организованы и проведены мероприятия, посвященные 110-летнему юбилею классика татарской литературы. В 2023 юбилейном году по решению администрации города Казани состоялось открытие сквера Амирхана Яники возле дома, где жил и творил писатель. Сотни зрителей и не меньше положительных отзывов. Показ фильма произвел настоящий фурор в мире национального кино. Анна Климанова, Тимур Ахметов, Елизавета Газизянова. Универ новости. Космос по-прежнему остается одним из самых удивительных и загадочных мест. Это неизведанный мир, полный тайн и загадок, который состоит из множества звезд, планет, астероидов, комет и галактик. Имеющий свою уникальную историю и свой путь развития. Астрономия не стоит на месте. Так, международная группа исследователей под руководством ученых кафедры астрономии и космической геодезии Института физики Казанского федерального университета открыла редкую катаклизмическую переменную звезду. Что это такое, расскажет наш корреспондент. Двойная звездная система была открыта в рамках международной программы поиска катаклизмических переменных. Она состоит из белого карлика массой 0,84 массы Солнца и коричневого карлика, донора вещества. Его масса 0,04 массы Солнца. Открытый объект находится на расстоянии 1056 световых лет от Земли и меняет свой блеск с периодом около 100 минут. Это у нас двойные системы, где у нас одним из объектов может быть компактный объект, например, белый карлик. Это остаток эволюции звезд. Соответственно, и звезда-донор, которая поставляет массу на поверхность белого карлика. Например, это может быть либо акреция, иметь в виду перенос вещества через акрецию. Соответственно, такие системы называются катаклизмическими переменными. И нами в ходе международного обзора международной программы по поиску катаклизмических переменных по данным обсерватории рентгеновской спектр рентген-гамма телескопа Ерозита и оптической системы ЦВИКИ Транзит Фасилити была обнаружена вот такая вот уникальная катаклизмическая перемена. Катаклизмические перемены представляют собой двойные звездные системы, в которых происходит перенос или перетягивание вещества от звезды солнечного типа к белому карлику. Новая звезда, открытая астрофизиками КФУ, как раз состоит из белого и коричневого карликов. Для подтверждения данных, полученных обсерваторией спектр РГ и наземной космической системой из ЗТФ были привлечены крупнейшие оптические телескопы мира. Один из них имеет диаметр зеркала 10 метров и расположен в обсерватории Кека. Другой в Паломорской обсерватории. Его диаметр зеркала 5 метров. Благодаря наблюдениям на крупных телескопах удалось получить высокоточные оптические спектры и подтвердить природу звезды как катаклизмической переменной типа период Бонсерс. Ее название СРГЕ-0411, это обозначение по каталогу Ярозиты. Этот источник относится к уникальному типу типа период Бонсерс. То есть, что это такое? У нас катаклизмические переменные в ходе своей эволюции меняют свой орбитальный период. Он достигает минимального значения порядка там 78 минут. И после этого период начинает увеличиваться. Так вот, у нас теория предсказывает, что порядка от 40 до 70 процентов популяций всех катаклизмических переменных должны состоять в период Бонсерс. Но наблюдаемая практика нам показывает через наблюдение, что это число не превышает порядка 5 процентов. Соответственно, именно обнаружение таких систем, определение их параметров в самом себе является уникальным открытием, потому что их очень мало. Важную роль в исследовании природы новой звезды сыграли оптические наблюдения на сельскопе Казанского университета, установленном в Турции и имеющем диаметр зеркала полтора метра. Они позволили уточнить орбитальный период этой двойной звездной системы и распределение энергии в оптическом спектре. Конечная цель проделанной работы — перепись популяции белых карликов в нашей галактике и построение их рентгеновской функции светимости. Это было сделано непросто. Мы использовали уникальный подход, который сейчас используется в астрофизике. Это соединение рентгеновского диапазона и оптического. Мы исследовали оптические кривые блеска. Рентгеновская спектроскопия была выполнена также оптическая. Важную роль в исследовании этого источника сыграл российско-турецкий телескоп РТТ-150, руководителем которого является Ильфан Фаритович Бекмаев. Благодаря наблюдениям на телескопе РТТ-150 нами был уточнен орбитальный период системы и, соответственно, сам оптический спектр. Поиск и исследование катаклизмических переменных и данных обзоров всего неба является одной из важнейших задач российского научного консорциума. Астрономы МИКФУ наблюдались и были исследованы не только катаклизмические переменные, но и ряд других астрофизических систем, в том числе активные ядра галактик, квазары и скопления галактик. Поэтому Казанский федеральный университет вносит большой вклад в изучение не до конца исследованного, но такого интересного космического пространства. Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универновости. Ни для кого не секрет, что у каждого из нас есть свой запах, уникальный аромат, обусловленный летучими веществами, который непрерывно образует человеческий организм. Но не все знают, что он пронизывает все ткани человека, от крови до костей. Поэтому, в отличие от отпечатков пальцев, запах нельзя стереть. В криминалистике альфакторные следы играют важную роль в раскрытии преступлений и поиске улик. Исследование запахов следов человека входит в перечень видов судебных экспертиз и носит название альфакторной экспертизы. Данный метод анализа считается одним из самых точных и надежных. Альфакторная экспертиза проводится уже более 40 лет, но по-прежнему считается довольно редкой. Ее развитие началось в середине 60-х годов 20 века и связано с именем выдающегося советского криминалиста Абрама Винберга, который в 1965 году ввел понятие криминалистическая адерология и предложил способ консервации запахов, заключающийся в их собирании на месте преступления и хранении. Дело в том, что о таких следах говорили очень давно. Достаточно вспомнить собака, след, работа собаки по следу. Это ведь тоже след запаха. Другой вопрос, что в 20 веке, в 21 веке эти возможности стали гораздо шире. То есть речь идет уже о том, что эти следы можно обнаруживать, можно фиксировать, изумать и использовать доказывания. Основными объектами, носителями альфакторных следов человека являются волосы, следы крови, сухие пятна, ношная одежда, обувь и различные предметы. Для их обнаружения и сбора используются специально подготовленные собаки и наборы внешне однообразных альфакторных объектов, позволяющие по реакциям биодетекторов выявить в исследуемых пробах запах. Важно учитывать, что субъектом исследования является не собака-детектор, а специалист. Животное служит инструментом в руках экспертов. Я же вспоминаю студентов, что их больше всего забавляет, и на лекциях это своеобразная такая передышка, это когда показываешь биодетекторы, это собаки, которые используются для решения задач как раз идентификации после этого запаха. Есть, естественно, техническая составляющая, есть программно-аппаратные средства, детекторы, сенсоры, которые в этой области создаются, используются, но до сих пор биодетектор в виде друга человека, собаки, используются. Ну, самая реакция студентов интересная, когда они видят, какие миниатюрные собаки могут использоваться для решения этой задачи. Ну, а так, это дрессура, это процедура для собаки, процедура, которая юридически продумана, юридически выверена, чтобы снизить вероятность ошибки. Ведь собаку, как в отличие от другого эксперта человека, допросить нельзя. И как она сработала, почему она сработала, здесь просто напросто включается знание теории вероятности, как можно минимизировать риски ошибки. Альфакторная экспертиза включает в себя несколько этапов. Вначале над сухим предметом, носителем запаха, один-два раза распыляют воду, так как легкое увлажнение способствует выделению пахучих средств. Затем предмет в местах предполагаемого нахождения альфакторного следа обертывают лоскутом байки, а поверх нее фольгой в два слоя, которую тщательно обжимают для обеспечения плотного контакта ткани с предметом не менее чем на один час. Следующий этап упаковка в чистые стеклянные банки и передача их в лабораторию. Извлечение пахучих веществ со следов крови и предметов, предположительно принадлежащих преступнику и изъятых при производстве следственных действий происходит непосредственно в лаборатории. Даже из тех предметов, которые казались бы уже очень давно, уже в камере, как говорится, в помещениях для вещдоков хранятся очень давно, но если они хранились правильно, можно выделить. Было несколько резонансных дел, раскрытия, убийства по тому, что осталось в вещдоке, выделялся запах и этот запах потом использовался для идентификации тех, кто попал в круг подозреваемых и задача решалась успешно. То есть, преступления раскрывались это и 20 лет, и 15 лет. И это было очень неожиданно для тех, кто совершает преступление, потому что они считали, что они сделали все для того, чтобы исключить риски установления. Это как раз касалось и отпечатков пальцев. Сейчас, по-моему, любой школьник знает, что нужно использовать для того, чтобы удалить отпечатки пальцев, если вдруг даже они где-то остались. Знали и о генетическом экспертизе, молекулярно-генетических исследований, ДНК-профиль, что можно сделать, чтобы, опять же, минимизировать риски оставления. А вот выяснилось, что ольфакторная составляющая криминалистики работала на благо правосудия, и это было для них неожиданно. С внедрением новых методов ольфакторной экспертизы появились новые возможности расследования дел прошлых лет. Если исследование ДНК с течением времени становится невозможным из-за деградации клеточных ядер и хромосон, то запаховые следы сохраняются намного дольше, и их анализ позволяет решать идентификационные задачи спустя много лет. Кристина Отёкина, Николай Суховский, Универновости. На этом всё. В студии была Лилия Мухамединова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok